Слава Богу, на сегодня вкратце хочу поделиться такой простой темой, даже думаю не буду открывать Библию, называется апостольское восприятие реальности. Есть такое понятие, как реальность. Что такое реальность? Это что-то реальное, когда что-то. Это что-то настоящее. А все, что настоящее, оно стоящее много. Что-то ценное, оригинальное, неподдельное, истинное, целостное. Вот эти все слова можно применить к реальности. Каждый человек, независимо от того, кто он есть ему, живет в определенной своей реальности. Живет в своем мире, который он называет реальностью, своей реальностью. Где-то он научился и перенял от других определенную реальность. Где-то он сам был участником, воспроизводителем через мысли, слова и действия той реальности, в которой он на данный момент находится. Даже человек, находящийся в заблуждении. Есть люди искренние, искренние. Но есть те, которые искренне заблуждаются. Но я же искренне, я же от всего сердца, но заблуждаюсь. Есть люди, которые считают, что та реальность, в которой они живут, единственно правильная реальность. Это гордыня. Есть те люди, которые поставили свое окружение, свою реальность, как наиболее важную, авторитетную, первостепенную, первозначимую. И они с пренебрежением относятся к реальности других. Многие, говоря, что они живут в реальности, на самом деле живут в иллюзиях, в заблуждении. Они живут вне реальности. Потому что никто из нас сам по себе, без воздействия Бога на нас, может жить в правильной реальности. Потому что наш Господь, Которому Ему служим, Отец Иисус, Дух Святой, есть им реальность. Духовная реальность. Он Сам есть реальность. И как истинная, наивысшая реальность, Он высвобождает, отображает реальность. Только Он имеет право давать определение той реальности, в которой мы ходим. Только Он. Реальность Слова приходит от Его Слова. Реальность Духа происходит от взаимоотношения с Его Духом. Реальность Пророческого через научение нас, Его Пророческому. Реальность Апостольского, когда Он определяет это Апостольское в нашей жизни. Поэтому в одном месте Иисус говорит, что Отец ищет поклонников, которые поклоняются Ему в Духе Истине. Которые поклоняются Ему в духовной реальности Его Самого. которые поклоняются Ему в той духовной реальности, которую Он Сам определил для поклонников. Не ту, которую поклонники определили для себя, но которую Он Сам определил для поклонников. Им нужно войти в эту реальность Отца. Для того, чтобы поклоняться Отцу и чтобы поклонение Отцу было угодно. И в этой реальности нет места определенным географическим приземленным мышлением. Фокусировкам на ту или иную гору, на то или иное время. Время уже настало и не зависит от географического местоположения. Зависит от духовного местоположения. В ком мы ходим, в ком мы движемся и в ком мы существуем. Я могу отображать, высвобождать, делиться, насаждать, наделять кого-либо только той реальностью, в которой я хожу. И так же со всеми нами. То есть то, что для меня реально, ощутимо, переживаемо, потому что с реальностью можно соприкоснуться только через переживание. Только через переживание этой реальности. Просто определенное чтение, изучение этой реальности, оно важно. Но до тех пор, пока я практически через переживание не начну переживать эту реальность, я не смогу полноценно пребывать в ней. И если я пребываю в ней, я могу брать других в нее. И я могу передавать это другим. Я не могу дать никому ничего, что я не имею сам. И в чем я не хожу сам, я не могу делать так, чтобы другие ходили. Я не могу никого взять в то место, где я бы сам не был. Я буду кормить других только тем, что я ем сам. И я буду устроять других только тем, чем я устрояюсь сам. Тем же строительным материалом. Реальность можно видеть. Реальность можно слышать. К реальности можно прикасаться. Реальность можно чувствовать. Реальность можно осязать. Реальность можно вкушать. Вкусите реальность Бога. Вкусите и познаете. Вкусите, вкусите, и пусть придет познание этой реальности, как благ Бог. Поэтому апостолы знали об этом, и они ходили в этой апостольской реальности. Серебра и золота нет у меня, но что имею, ту реальность, которую имею, в которую я хожу, а эта реальность говорит о том, что исцеляя больных, воскрешая мертвых, изгоняя бесов и очищая прокаженных, и ты тут больной. И у меня есть эта реальность, потому что реальность – это субстанция. Реальность субстанционна, она ощутима, это что-то настоящее. Это не пустое место, это не суета. Когда я говорю «здесь эта реальность», это значит, там есть субстанция этой реальности. Субстанция благости Божьей определяет субстанцию реальности этой благости, которую я могу вкусить. Субстанция святости, субстанция праведности, субстанция любви. Это реальность любви, реальность праведности, реальность святости Божией. И нам нужно реально на разных уровнях познать это, чтобы ходить в этом. Просто знать об этом недостаточно. И он сказал ему, что то, что имею, серебра, золота нет у меня, но то, что имею, даю тебе, потому что я могу дать только то, что имею. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи. Я передаю тебе эту реальность. В той реальности, в которой ты живешь, как нищий, который не мог ходить от чрева матери, который просит здесь милостыню. Ты пребывал и жил в этой реальности всю твою жизнь. И когда ты попросил у нас того, что ты привык в своей реальности просить от других определенной милостыни, ты не на тех нарвался. К тебе подошла другая реальность. Ты соприкоснулся с другой реальностью, с превосходящей, с небесной, со сверхъестественной реальностью. Кто есть мы, апостолы, служители Божьи. Петр, да? И вот мы. В физической реальности, в которой ты находишься, это невозможно, чтобы ты получил исцеление. Чтобы ты получил такое чудо. Но ту реальность сверхъестественную, которую мы носим, ну, к примеру, апостол, да, Петр, руки, ну, и так же мы должны носить. Но согласно этой реальности, которую мы носим, исцеление больных – это нормальное дело. Для нас это естественно. Ведь мы понимаем, что, когда мы говорим о сверхъестественном, мы говорим о чем-то таком необычном, что не случается в физической реальности. И мы называем это чудом. Но в духовной реальности это не называется сверхъестественным. Это нормально. Это естественно там. И он поделил. Что имеем? Даю тебе. Я высвобождаю эту реальность через слово, веры и имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. И ту власть, которая высвобождает это имя из силы дюнамис. Вот эта реальность, которой я наполнен. Я передаю это во имя Иисуса Христа из Назарета. Встань и ходи. И он взял его, поднял. Мгновенно укрепились ноги. И он стал прыгать, хвалить, славить Бога. Превосходящая реальность внедрилась, снизошла, трансцендентная реальность, снизошла в низшую реальность. И изменила ход событий, преобразовала, стала ключом. И изменилась жизнь человека. И он не просто там, он получил реальное исцеление. Много исцеления есть, которые нереальны. Он получил реальное исцеление. Это личность. И мы получили пример этого. Мы ходим в Царстве Божьем, в Царстве Небесном. И реальность этого Царства превосходит все реальности Царств земных. Та реальность, в которой мы ходим, это реальность вечности и реальность невидимого. Которая всегда превосходит реальность временного и видимого. Которая всегда способна влиять на это. Реальность познается для того, чтобы освобождать ее. И чтобы через нее влиять. И распространять эту реальность Царства. Реальность, кто есть Отец Иисус и Дух Святой. Поэтому мы можем все изучать одну и ту же Библию. Но восприятие реальности Слова, оно будет наше отличаться друг от друга. Мы все, крестившись одним Духом, пребывая в Духе Божьем, можем по-разному воспринимать духовную реальность. И апостолы имеют свое восприятие духовной реальности. Исходя из помазания, звания, призвания, избрания и хождения с Богом. Почему Бог восстанавливает апостольское? Потому что Он хочет реальность апостольского высвободить в свое тело, в свою церковь. Чтобы она соприкоснулась с этим и научилась воспринимать определенные вещи по-апостольски. Чтобы началось общение и взаимодействие в теле Христовом апостольской реальности. В заключении, малый пример. Поэтому духовный человек, который имеет духовное восприятие, тебе просто нужно посмотреть на человека. И ты уже знаешь, в какой реальности он вращается. Тебе нужно просто его духовно просканировать. И он может поливать тебе потом в рак, говорить какие-то вещи, обманывать. Но ты знаешь, кто есть этот человек. Иисус не имел нужды, чтобы кто свидетельствовал о человеке. Потому что он сам знал, что в человеке он имел в себе реальность духовного свидетельства. Он сканировал людей и знал, что в них и что в их сердцах. Его никто не мог обмануть и подставить. И никто не мог внести в него, влить в него свою реальность и свои иллюзии. Наоборот, он, находясь реальностью всех реальностей, источал это на других. И жизни других людей преобразовывались. И это продолжает происходить и сейчас. Поэтому нам нужно учить сканировать других. Только кто-то начал говорить, ага, реальность их слов, то, о чем они говорят, уже охарактеризовывает их. Уже говорит то, чем наполнено их сердце. Потому что от избытка сердца говорят уста. Не обязательно знать человека годами. Его можно познать за несколько секунд. Может не так глубоко и хорошо, но во всяком степени знать, с кем ты имеешь дело. Примеров, которые можно привести много. Я приведу один простой пример апостольской реальности. Это первое послание Иоанна. Первая глава с первого стиха. О том, я вставлю слово реальность, о той реальности, что была от начала. Та реальность, которую мы слышали, имели слуховое восприятие. Что видели, зримое восприятие реальности. Своими очами, что рассматривали. Одно дело видеть, другое дело рассматривать. То есть глубоко вникали в эту реальность. И что осязали руки наши, мы чувствовали. О реальности, слове жизни. Ибо жизнь явилась. И мы видели эту реальность, этой жизни. И свидетельствуем. И возвещаем вам сию реальность вечной жизни. Которая была и у Отца. У Отца. И явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Для чего? Чтобы передать вам эту реальность. Чтобы и вы Вы имели общение с этой реальностью. С нами. Передатчиками этой реальности. Общение с нами. А наше общение, соответственно, через нас. Вы подключитесь К той реальности, в которой мы ходим. Чтобы вы имели общение с нами. А наше общение С Отцом И с Сыном Его Иисусом Христом. Поэтому Ваша реальность Это также и наше общение, которое мы имеем С Отцом И с Сыном Иисусом Христом. И сей опишем вам Чтобы радость ваша Была Совершенна. Полнота радости Пред лицом Твоим. В Твоем присутствии. Поэтому Хочу закончить тем Нужно поменять Реальность В которой мы живем. Некоторые вещи в христианстве Для многих из нас Все еще остаются Абстракцией. Некоторые термины Такие как Праведность Мир Радость Долготерпение Плод Духа Что ни возьми Святость Это все еще просто слова Они Просто абстракция Это просто Концепт какой-то Нюанс Для нас Но святость Это реальность В Духовном мире Бог свят Будьте святы Ибо я свят Бог святой Если я хожу с Ним То реальность Святости Должна перейти на меня Будьте святы Почему? Потому что Просто мне так хочется Ибо я сам свят Я есть им реальность Святости Я передаю это вам Чтобы вы ходили В реальности Этой святости Понимаете? Чтобы термины Как святость К примеру Они не были чем-то Абстрактным О чем мы говорим О чем мы думаем О чем мы рассуждаем Где мы читаем В Писании Но чтобы они Зафиксировались Как реальность В нас На ощутимом Переживаемом Настоящем Неподдельном Истинном уровне Чтобы мы Ходили В переживании Святости Чтобы это не было Просто термин Или слово Но чтобы это было Духовная Познанная Нами Реальность И так со всем остальным С праведностью Верностью С плотом Духа И Со всем остальным И тогда Когда ты будешь Говорить Мой Бог Свят Когда ты будешь Произносить Слово Свят Реальность Святости Будет Восвобождаться В этом слове И двигаться И действовать В том месте Где ты говоришь И люди начнут Ощутимо Реальное И даже Физически Переживать Эту реальность Святости Потому что Через тебя Она высвобождена Потому что То что ты имеешь Ты дал Ты имеешь Это ты высвободил И другим Остается только Принять Чтобы входить В этом И потом В свою очередь Они могут Передавать Благословенны Вы от Господа Продолжение следует